Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава Шафтим и Рош-Ходыш. Рош-Ходыш месяца Элул. Мы вступили в финальную часть года. Мы вступили в тот период, когда уже подходим к Рош-Шанам. Остался маленький бросок. Все мы любим, когда наша жизнь, наши дела идут так, как мы хотим. Как планировали, независимо от того, насколько это хорошо на самом деле. И именно поэтому в месяце Элул, в месяце, когда надо подводить итоги, в месяце, где мы уже все ближе приближаемся к суду, нам говорится о том, что мы должны навести порядок в собственных делах, в собственной голове. Многие комментаторы считают, что начало нашей недельной главы, которая звучит следующим образом. Судей и стражей поставь во всех вратах твоих. С точки зрения грамматики, там излишние слова. Однако знаменитый Фонштейн посвятил этому слову целую лекцию. Человек должен быть судьей самому себе и объективно оценивать свои действия. Мир полон людей, которые не слышали даже об этой заповеди. Однако каждый день предстают перед судом внутренним, собственной совести, своего собственного суди. И поэтому вот эта глава содержит не просто там призыв к самому анализу, самокритике. В ней тоже вносит порядок, указывая, каким образом это должно вообще действовать и как оно должно повлиять на жизнь человека. Недостаточно, чтобы в суде находился какой-то справедливый судья. Вот ты себя честно там осудил в конце дня, все сделал. Нужен еще страж, охраняющий ворота, исполняющий приговор суди. Иногда мы с вами, ну и совесть, или как это называется, обстоятельства жизни, да, иногда, иногда, да, могут заставить человека объективно оценивать свои действия, принимать правильные решения. Бывает такое, редко, но бывает. И вот вы решили изменить жизнь, сделать то-то, то-то, но как нередко случается, приговор суда остается только на бумаге. И постепенно мы с вами забываем, что мы решили в момент просветления, или в тяжелую минуту. Поэтому учит нас книга, что кроме судебной, нужна еще внутренняя исполнительная власть, которая должна заставить человека не успокаиваться до тех пор, пока все эти добрые мысли и всякие добрые желания не будут реализованы и притворены в жизнь. Еще раз, судей и стражников поставь во вратах своих. Очень просто нам объяснил это Любавический Рэб. Человека можно представить себе в качестве города. Всем в городе управляет градоначальник. В человеческом организме это функция мозга. Мозг управляет всем телом. В городе имеются работники умственного физического труда. У человека также имеются органы, которые выполняют и умственную, и физическую работу. У человека есть свои ворота для связи с внешним миром, где нам надо поставить стражников. Глаза. Необходимо знать, куда надо смотреть, куда надо на них смотреть, куда вообще глаза отвести, где это противопоказано. Второе, это рот. Надо хорошо проверять, что ты, во-первых, что ты кушаешь, да и что ты пьешь. Но и самое главное обратить внимание на то, что выходит из твоего рта. Что ты говоришь, какие слова, какие мысли, для чего у тебя этот замечательный орган создан. Сказал Раби Искотска. К сожалению, так уж повелось, что люди сначала научились говорить, потом читать и писать, а затем уже лишь думать. И самое последнее, что не учатся, это промолчать. По правде говоря, порядок будет совсем другой. Третье, это что у нас? Уши. Не всегда надо слушать то, что говорят о других. Не всегда, когда оговаривают или рассказывают всякие глупости. И отойди от этого места. У тебя есть еще и нос. Лучше отдалиться от того места, где пахнет запрещенным и нечистоплотным. Во всех вратах должен находиться судья, чтобы вовремя принять правильное решение. И там же должен находиться охранник, чтобы притворить в жизнь решение собственной суди. Сила воли человека, которую он воспитывает, является этим охранником. Нам нужно понять, что для того, чтобы подойти к этому суду, нам надо очень серьезно над собой поработать. И когда нам говорят, что судьи и стражников поставь в своих воротах, так это значит, что нам надо их ставить быстрее в этом месяце. Надо проанализировать вот эти вот пункты, о которых мы говорили. Что я говорю, что я слушаю, что я вижу и так далее. И посмотреть, как почистить этот твой мир. Почистить. Потому что, когда наш мир более-менее чист, там может войти и это сосуд для святости. А когда он заполнен до краев еще и нечистотами, ну тогда совсем проблема. Нельзя, начиная с сегодняшнего дня, нельзя к себе относиться снисходительно. Весь год можно было так, сейчас уже нельзя. Это месяц, когда должен быть жесткой оценки собственных действий. Это месяц жесткой оценки того, что мы задеяли за год и твердого плана на следующий год. Вы знаете, мы с вами делаем хорошее дело, потому что, как говорил Раф Салантер, работает эффект накопления. Человек слушает один урок, потом еще один, потом еще одну беседу, читает какую-то книгу. И каждая из них капля, падающая на его каменное сердце, в итоге, не выдержит. Немножко треснет, раскрывается и пускает туда вот ту браху, которую я вам всем желаю. Браха вы от слоха. Продолжение следует...